Доброе утро! Доброе утро! Доброе! Домашнее задание у нас какое? Вопросы по словарям Вопросы по словарям Так, итак Ариата, вы же нашли, да? Что? Что, что это? Что-нибудь нашли? Что-то у меня помехи какие-то Шумы Шум какой-то Шум какой-то Да, да, тут микрофон тоже А Это шум Умеете отключать микрофон? Да, это Даша Она в последнее время стала поскрипивать Есть Итак, какие вопросы у нас? Нет вопросов? Сергей Да, вопросов куча Я вчера там начал задавать Вконтакте Нет, вы начали задавать уже вопрос Не относящийся к Выходящий за рамки Значит Значит, за рамки Ну, честно говоря, я в социаларии с этим электроном Не смогла найти слово, которое хотела найти Хорошо, итак Приведите мне, пожалуйста, слово Какое слово искать? Ну куда? Ну или на тоске напишите в скайпе, как хотите А, ну, нет, я просто могу даже сказать Я просто искала вот то, что из страницы 38, САНД Но потом я его нашла А? Громче САНД я искала то, что вот у нас было САНД Я не пойму, что вы искали САНД Ну, слово САНД САНД Ну да, я потом его нашла в обычном словаре Но просто я его хотел попробовать найти в электронном Но у меня не получилось А в каком электронном мискале? Ну, Миллера, вот это вот Ну, который мы разбирали Мы не увилимся Мы не увилимся? Мы увилимся, да, извиня Мы не увилимся, просто Дело в том, что есть Вот тут начинается интересная часть В каждом словаре есть особенности записи И САНД У него и нет такого У него САНД записан иначе А вот как? Тут есть длинная таблица Еще никем никогда не составленная Того, что в каком словаре, как записано А еще и так Да Это не задокументировано То есть, чтобы найти слово в словаре Надо еще знать На что искать? Лучше бумажный Я поэтому и намекаю, что лучше бумажный И чем раньше, тем лучше Но пока у вас еще Ну, словаре Вот в другой группе Вот удачно Вот уже начали использовать Словар Ефимовского То есть, вот такая большая Тамина Однотомная Стоит две с половиной И Ну, вот вполне Удачно домашнее задание Делают С ним Ну да, мне кажется Бумажный Для меня бумажный лучше Для меня лично тоже Я сам Я Сам Почитаю пользоваться бумажным В общем Вот у меня тут лежа валяется Итак Значит Давайте, Сергей Тогда свои Значит Вопросы У вас был пример Сейчас скопирую Тогда в группу И сами скопируйте Свой Какое вы слово искали? Какое вы слово искали? Я истойтись сначала Давайте копируйте его Сюда Ну вот Ну вот Они Остались Тихонько Давай Не будем терять Времени К примеру Итак Сергей Попало слово Куда смотреть? А Кое слово попалось? Нет Я уже Я уже по теме Ладно Низю Открываем Хабракаш Нет, хорошо Пусть будет Даже вот это Мудхам Итак Сергей нашел такое вот слово Значит Я по моему еще вам не успел сказать Значит Значит Я про словари еще ничего не сказал Забыл Говорил или не говорил? Ну Говорил было уже что-то в начале Что-то там Мы немножко разбирали Словари Древнеиндийские словари Современные древнеиндийские языки Это словари основ и корней То есть Древнеиндийские словари составленные в Индии 100-200 лет тому назад Они в себя содержат Базовая единица в них Это не основа А уже слово в именительном падеже То есть в окончании Но В европейских словарях Как в словаре Мония Вильямс Как в петербургских словарях Это именно основа То, что дал Сергей Это основа или не основа? Можно сказать существительное Окончание Может быть указывать на падеж Ну Да, здесь падеж Ну где корень Где здесь основа, к примеру? Осекаем окончание Ну да Проходили анусвары Что узнали? Что бывает на конце часто? М Что означает? М Даш Включите микрофон Может вы знаете ответ М Что означает? С М Подеж Какой подеж? Ну Листайте Винительный падеж Винительный падеж Винительный падеж Винительный падеж Винительный падеж, например, может быть Да То есть отсекаем М Что остается? Мудха Мудха Но В интернете же мы не можем ввести Латинскую транслитерацию В том виде, как она есть Значит, нужно преобразовать Как преобразуем? Как будем это слово искать? В Харвард, Киото или в SLP1 Как? Открываем таблицу пересчета Которую По-хорошему Вам нужно было уже распечатать Что распечатано? Архи 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 М М Что вас смущает? Чего? Чего распечатать? Так Ну Я давал уже Сейчас буду искать Где оно есть Сейчас минут пять Пока найду Сейчас будем искать Хорошо Таблицу По таблице вопрос Можно? Давайте для начала Все откроют таблицу, Сергей Там уже Сейчас найду А я вот сейчас не скреплю Нет Не скрепите Вы перестали Понятно Стали лучше Итак Арьяна Вот Таблица транслитерации Транслитерация бывает не только академическая, а еще и народная, которая используется в интернете Ага Это Что-то я это как-то мимо меня прошло Не вопрос Угу Итак Открываем файл Открыли? Арина Да Итак Видите, что есть разные способы соответствия Деонагари Это исходная базовая единица И аст Это собственно вот та Научная транслитерация, которой я вас приучаю Помимо этого в интернете наиболее популярны Это Харвард Киото Ну, гораздо реже используется SLP-1 и E-Trans E-Trans в Индии Итак, Харвард Киото В Харвард Киото, чтобы записать U долгую, что делаем? Как запишем? Красную Соответствие Соответствие Видите? Большую Соответствие Арина, видите Что чему соответствует? Я пытаюсь Яст Смотрим Яст Находим U долгую Нашли? А, да Так А теперь смотрим В ХК Где эта же буква находится? Большая У Большая У, да. Дальше, как мы записываем церебральную ДХ? ДХ? ДХ, да. Даш, понятно, о чём речь идёт? А, ну ДХ так и записываем. У меня не открывается таблица, но я так полагаю, что большими буквами мы записываем. Ну, и тогда, Арианна, запишите, как получается, что будем искать? Ну, большая ДХ. Вот, запишите, что будем искать, что будем вводить в поиски. Сейчас. Просто вы выбрали САНТ, наиболее неудачное слово, какое можно искать манивилимси, в смысле, в том плане, что это, ну, слово не все простое, как казалось бы. Так, да? Всё вместе напишите, пожалуйста, да. Что написать? Слово мутр. Я, 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 вот, мутр, вот, вчера, Сергей, в 11 часов вечера, мне спрашивают, вот не могу найти в словре мутхом. Я о нём подумал нехорошо, потому что подумал в 11 часов вечера, я хочу заняться другим делом, а не поиском слова мутхом. Ну вот, а что он должен был искать? Сейчас. Так, вроде нет. А зачем нам окончание м, реально, мы же ищем в словаре основу, основу. Вот Сергей вот так же и вчера искал мутхом, вот, ровно так, реально, он и искал. И ничего не нашёл. Хорошо, а теперь попробуйте это найти в словаре, собственно, в электронном. В том же Моне и Вильямс. Даш, получается? Да нет, у меня пока виснет всё. Угу, такая стадия. Ну, у меня не открывается словарь. Хорошо, вы даже потом, если что, дома, как бы, проделаете, главное, чтобы у вас было записано, что искать. У меня уже открылось. Сергей, у вас? А мы в заголовках или в тексте тоже ищем. А ищите где хотите, нам главное найти заголовки. Ну, нам вообще-то нужно заголовок с мутхой. То есть, ищите в basic поиске, не в advanced, а в basic. То есть, заголовка. Я нашёл. Ну, я тоже нашёл. Нашли? Ну, да. Что означает первое значение, Сергей, какое в английском языке имеет мутха? Так, сейчас я уже берём. Неуверенный, да? Неуверенный, смущенный. Неуверенный, смущенный. Ну, вообще-то, stupid имеет совершенно чёткое значение. Нет, там это ниже. Stupid, это не первое значение. А вот смотрите, как устроен словармония Вильямса. И, собственно, словарко Чергино и другие тоже. Они сначала для... В общем, сначала даётся прилагательные значения, а потом даётся существительные значения. Поэтому вот первое значение... А, глупец? Просто дурак, да. Ну, а в чём проблема? Ваша задача — отсечь. А что он означает, не имеет значения. Вы же бегите впереди паровоза. Кто в этом виноват? А вот то, что вы проходили, уже подзабыли. Откуда M? А M у нас отсекается. Это не основа. В словарях приводится «основы». А можно вопрос? Да. Вот в этом английском переводе здесь не указывается часть речи. То есть здесь не написано adjective, noun. Дело в том, что то, что написано M, F, N, это уже должно означать adjective. Это такая условность. Я вот тоже здесь напарать. Даш, в санскритских словарях нет такой пометки adjective. Она будет именно записана как M, F, N, скорее всего. То есть указание, что это слово в мужском, женском и среднем роде имеет вот такой вот перевод. Хорошо. Что такое M, F, N? Это, соответственно, именитет, я вижу единственное число, ну что я. Что? Сергей, громче, пожалуйста. Что такое M, F, N? M, F, N. Это аббревиатура. Итак, открываем учебник очередной. Список сокращений. Условные сокращения. Что такое M? Мужской род, женский род и средний род. Да. Маскулинум, фемининум, нойтрум. Латинские термины для обозначения рода. В санскрите нет разницы между прилагательным и существительным. Поэтому они идут в одной словарной статье. С грамматической точки зрения нет разницы. То есть Сергей искал несуществующее слово в словаре и по этому поводу мучился. А надо было искать основу. Вот то, что он искал муткам, это можно было бы найти в индийских словарях санскрита. Как, например, Шабда Калпадрума, Вача Аспатьям. Вот это такие популярные санскрита-санскритских толковых словарей. А в нормальных словарях для людей мы ищем основу. Для начала надо понять, где это основа. Это не так просто. Ищем основу или корнь. С корнями все веселее. То есть если вы будете искать глагольную форму, конечно, в словаре вы это не найдете. Вот то, что искала Ариадна, санскрит, это глагольная форма. И в словаре Кочергиной, я думаю, она приведена, потому что из сострадания она приведена. В Кочергиной я в этом нашла, который вы назвали. Ну да, существующий, реальный. Ну да, сущий, да. Значит, а вообще это же глагольная форма, поэтому нам нужно искать глагол. А какой глагол в санте? Существовать никак. Ну вот и есть. А реально, какая там отсылка? Там отсылки разве не было в Кочергине? Значит, я не обратил внимания, наверное. Давайте заново надеть. Санте. Заново надпись. Так. На какой вы странице? Нашла. Это 684. Ага. Нет там отсылки? Сейчас смотрю. Отсылки? Нет, да, увы. Нет, нет. Да. Угу. Ладно. Хорошо. Вы говорили, что у Фриша по-моему есть корни чуть-чуть. Ну, сейчас не будем в это углубляться. Итак, хорошо. Возьмем какой-нибудь пример из домашних заданий. Было у нас там паривард уже? Не было? Нет. Вспоминаете такого? По крайней мере, я нет. Ну, хорошо. Нет так нет. Глагольные корни с тха попадался вам? Ну, мы разбирали его там 22 с приставками, там что-то. Что-нибудь означает? Стоять, значит. Стоять. Да. Значит. Хороший перевод глагольных корней вот в конспекте «Заездника», который, собственно, есть часть книги Ликушиной, которую я вам советую, так сказать, иметь на столе. Вот. Которая вышла неделю назад. Точнее две. Вот. Кусочек из этой книги я вам вот посылаю, видите, вот с конспекта. Там есть, в частности, глагольные корни с тха. Ну, вот сейчас можете открыть арядно файл и найти мне там глагольные корни с тха. А я вам подскажу, где искать. Даша, как всегда, она сразу не сможет найти, потому что интернет ей не позволяет. Но она найдет потом. Это не беда. Скачался файл? Он небольшой. Только чё-чё-чё надо найти? А я кинул ссылку на файл. Не, я говорю, я открыл файл. Значит, тринадцатый разворот. Там идет список глагольных корней. Здравствуйте. Там что-то страница, там не пронумерованная. А, тринадцатая, сейчас. Тринадцатая? Да. Разворот. А там они идут разворотами. И чё найти надо? С тха. Они там еще что-нибудь? На странице, да, имеется в виду? Ну да, там где глагольный корень. Перед привербом. А, вот, с тха нашла я. Ага. Что означает? Это четырнадцатая. Ну стоять. Стоять, да. Значит, а какое русское однокорневое слово имеется? Вот там в скобках указано. Стать. Стать. Так вот видите, там подчеркнуто ста. Ста. Это один и тот же корень. В русском стать. Ста. Это полное, четкое соответствие древнеиндийскому стха. Вот все эти нижние подчеркивания, это означает полное соответствие. То есть, если вы хотите поговорить о русско-санскритских этимологиях, вот вам верная опора. Вас когда спросят, ну как, близки, родственники, а вы сразу, хопа. Да? И мне балфавит, дай бог выучить. По алфавит-то вы справитесь, что же так себе не доцепить. А полное соответствие... Ну это значит по буквенно. По буквенно. Это означает, что никакие... И по смыслу. Исторически. Нет, по смыслу оно может не соответствовать. А, ну, а может соответствовать. Это уже добавочно. Это означает, что ни одна буковка не вклинилась, не стерлась, не пропала. Никакого... Ну то есть, все честно. С точки зрения исторического языкознания не придраться. Угу. Вот эти все нижние подчеркивания. Угу. А может это нам лучше индийскими научиться пользоваться? Чтоб уже мы же самсанхи не знали. Индийским чем? Зачем? Они вам не нужны. Индийскими словарями пользуются только мазохисты. Если вы такой, то нам не с нами. В общем, ну, короче, я не мазохист, а вы не садисты. В общем, есть нормальные словари. Словары, у меня Вильямс, словары, петербургские словари. Индийский подход не во всем превосходит. Значит, с глагольными корнями есть какая сложность? Арина, у вас же фриш есть, словарик фриша? Да. Ну вот, так, есть у Сергея. Так, Даш, у вас же тоже есть. Да. И вот, давайте открываем, открывайте глагольную статью СТХА. Сергей, это уже сам реально советую, значит, опять же приобщиться к бумажным книгам. То есть... А это у вас у вас есть? Да. Да. Вот. Дайте мне потом информацию. СТХА. Сейчас нам Даша зачитает, что такое СТХА согласно фришу. В какой-то там две книжки. В какой из них? А в какой из них, Сергей? В какой из них? Я не слышу. Можно громче, пожалуйста, не пугните? Да что у нас тут звук все время какой-то вкрыть? Мы перейдем. Мы перейдем. Это шум какой-то. Потому что у вас некачественный прибор, поэтому и звук плохой. Потому что скайп слушает у кого громче, он подключается к тому. А так как у вас звук неуверенный, то он не знает к кому подключаться, он скачет между Дашей и вами. Итак, Даш, СТХА нашли? Не совсем. Давайте, ищите. Оно там есть. Вот нашел. У меня ваша АСТХА. Ну ищите СТХА. Начало статьи СТХА. На какой странице, Даш? Триста тридцать третья. Да, триста тридцать третья. Вот. Значит, видите, у глагола СТХА какой основной перевод? А что читать, на каком языке? На русском. СТОЯЩИЙ, ПРОЖИВАЮЩИЙ. Нет, СТОЯЩИЙ. 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 Где взяли СТОЯЩИЙ? Там написано СТОЯЩИЙ. 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 СТХА. СТОЯЩИЙ. СТОЯЩИЙ. Это основное значение СТХА. Но глаголы очень часто встречаются с привербами или приставками. Приставки вот у завязника перечислены. АТИ, АТХИ, АНУ, АПХИ, УПА, ПАЙ. И вместе с приставками глагол меняет значение до неузнаваемости часто. СТОЯЩИЙ. СТОЯЩИЙ. СТОЯЩИЙ написано. Всё, вижу, ниже просто. Мы же говорим сейчас о глагольных корнях и как их находить. Всё, всё, нашёл. Как будто впервые открываете. Как знак глагольного корня, это вот такая буковка ВИ. Ну это не буковка ВИ, это как бы знак глагольного корня такой, да. Ага, спасибо. Да, это он. Вот. А с приставкой «ану» что означает? Даш? Стоять поблизости. То есть значение ещё близкое, да? То есть, ну если знать значение приставки «ану», можно догадаться, так? Ну да. Да. А вот, а вот, а вот «пра-ты-ш-тха», третье значение. Покажите, какое. «Пра-ты-ш-тха». 335-я страница. Сверху слева. «Пра-ты-ш-тха-ты-ш-тха-ты-ш-тха-ты-ш-тха-ты-ш-тха». Жить. Значение «жить» арядно. Она логично связана, ну, очевидно связана состоять или не очевидно? Ну, по-моему, не очень. По-моему, не очень. Так вот, значение глаголов с приставками иногда весьма отличается. И тогда мало знать глагол, надо знать ещё сочетание с приставками. То есть, если вы будете искать в словаре, тогда же в том же Моне Вильямсе, «Пратиштха» вы не найдёте, потому что в большинстве словарей глагольные статьи построены по гнездовому принципу. Это означает, что есть большое гнездо «стха», а под ним перечислены все разновидности префиксов. В большом словаре Кочергиной гнездового принципа нет. Каждое слово по отдельности. «Пратиштха» будет отдельная статья, «Астха» будет отдельная статья. В этом его удобство. Вам не надо знать, что искать. Да, Алят? Вы уже столкнулись с тем, что в Кочергине большой не надо знать, что искать, надо просто искать. А вот, например, в словаре Моне Вильямсе, вам надо уже понять, что вы ищете глагольный корень. И вот значение, например, «Авастха» вы найдёте, лишь зная, что «ава» – это приставка. Даша, понятно, о чём я говорю? Да. Приставок не так много, их всего 20, поэтому вы их потихоньку запомните. Ну а глагольных корней популярны 200-400. Вот то, что даёт Залезняк, этого более чем достаточно. Если эти попольные корни вы потихоньку будете запоминать, этого будет вполне достаточно, чтобы понимать, что вы вообще ищете. Вот Сергей вчера искал несуществующее слово, словаре, и потратил время, и, ну как можно сказать, немножко разозлился. Потому что всего лишь искал того, чего нет. А искать можно или основу, или корень. Вот с основами всё проще, а с корнями всё непросто. Даша, вы увидите в тексте, что написано «та-ст-хе», «та-ст-хе». Вы тут сразу видите глагольный корень «ст-ха»? Ну, полагаю, что я догадаюсь. Вот вы тогда сообразительная. А вот я в своё время мучился, ну не с этим, но мучился, с похожими случаями. Как тогда основу увидеть? Как увидеть основу? Да. Отсекать окончания. Как знать, какие окончания отсекать? Это мы пройдём в ближайших уроках. Это будет занятие, начиная с занятия девятого. Даша, найдите мне, пожалуйста, слово «путро» в словаре Фриша. Сергей, то же самое. Какого рода слово «путро» арядно может по кочегне найти большое? Это не принципиально. Мужского. 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 Откуда мы это знаем? Потому что это сын. Ну, нет, вот это, вот это как раз не очевидно, Сергей. Сын не обязательно мужского рода. Понимаете? Ваша логика не верна в санскрите. Я нашла. Почему мужского рода, Даша? Потому что... Краткое «а» в конце. Да, это уже вы глубоко купаете, потому что там метка «м» стоит. Ну, это я имею в виду, несмотря в словаре, а просто изображая. Да, хорошо. Ну, то есть, в словаре, значит, мы запоминаем, что он мужского рода, то есть метка «м». Метка «м». Сын. Сын. Да. Что искать в словаре, понятно? Понятно, что вы все равно будете искать всякую ерунду. Вот у меня сын, когда учил немецкий язык, я подхожу, спрашиваю, что ты ищешь? Он говорит, ищу слово «шварценеггер». Я говорю, имен собственных в словаре не бывает. Кроме ли, в словаре немецкого языка. Шварценеггер – это имя собственное. Конечно, это сложное слово. В санскрите и в немецком языке есть одна общая черта. Очень большое количество сложных слов. То есть, слов, которые состоят из двух частей, которые морфологически вполне прозрачны. Что такое «шварц» в немецком? Каменный. Черный. Шварц в черный. Что такое «негр»? Негр. Что такое «шварц» в немецком? Черный негр. Но такого слова в словаре не будет. Если вы будете искать слово «шварценеггер» в словаре, вы его не найдете. Ни в одном словаре немецкого языка. Хотя оно состоит из совершенно нормальных, законных немецких слов. Понятно? То же самое здесь. Здесь может быть какое угодно количество сочетания сложных слов. Но если вы будете понимать составные части и находить их по отдельности, вы уже сможете, ну как бы, хотя бы попытаться перевести. То есть не все поезда, которые вы будете вычленять, не все они будут в словарях. И, собственно, чем отличается маленький и словар от большого? Вот в словаре «кочергино» и «большом» 29 тысяч слов. У «Моня Вильямса» 160 тысяч заголовочных слов. Чем отличается принципиально «кочергино» и «Моня Вильямса»? У «Моня Вильямса» больше сложных слов. То есть больше пар вот этих самых. Начало поезда, конец поезда. Понятно, о чем я говорю, нет? Больше шварценеггеров. А в «кочергино» так как место ограничено, однотомник, то шварценеггеров нет. Почти нет. Вот и разница между большим словаром и маленьким. С шварценеггером или без? Сергей, понятно, хотя бы, о чем я говорю? Или в прикладном ключе ничего не понимаете? Ну, надо, значит, сначала «кочергинист», потом и «Моня Вильямса». Ну, для вас сейчас, да, «кочергино» более чем достаточно на самом деле. Поэтому сразу лезть в «Моня Вильямс» нет необходимости. Итак, ударение. Ударение в ведийском языке – это то, чего касаться мы не будем. И для ознакомительных целей вы можете прочитать хоть несколько раз этот абзац, он вам ничем не поможет. То есть ударение отличалось, оно было трех разновидностей. И помечалось, собственно, не то, что было под ударением, а то, что под ударением никак не отмечалось. Вот поэтому, когда вы увидите, когда вы получите свою лихушину, вы, например, увидите там гимны «Регведы», и увидите там следующую картину. Сейчас, сфокусируется камера. Видите палочки «Над» и «Черточки под». В «Деванагаре», видите? Даша, Ариадна? Да. Вот, это ведийские ударения. «Удата, анудата, сварита». Высокий, низкий и восходящий, нисходящий тон. Вот это все в этих меточках обозначено. Но это, когда проходится базовый курс санскрита, то потом за несколько занятий можно наверштать курс ведийского языка. И тогда можно читать гимны «Регведы», мантры и все, что угодно. Понятно, да? Когда есть базовый курс, потом уже можно ввести... А что значит базовый курс? Базовый курс означает год обучения по кочергине. Хотя бы. Понятно ли, Сергей? Этих ударений, тексты, которые до нас дошли, ведь не все слова, которые есть в словаре, были известны в ведийских текстах. Из 160 тысяч слов, лишь 20 тысяч имеют известное ударение. То есть, далеко не все слова имеют известное ударение. Поэтому и в словарях не все слова имеют ударение. Но! Когда ведийский период кончился, было решено упростить. И были разработаны правила. Точнее, какие правила были, никто не знает. Но! Мы исходим из некоторого упрощения. Что правила ударения такие же, как в латинском языке. И значит, я вам сейчас их скопирую. Вы попытайтесь прочитать и попытайтесь понять. А мы подойдемся к этому с разных сторон. Итак, в латинских словах ударение никогда не ставится на последний слог. И не бывает далее третьего слога от конца слова. Не бывает далее третьего слога от конца слова. То есть, мы считаем количество слогов в слове. Считаем количество слогов в слове. Значит, ударение никогда не ставится на последний слог. И не бывает далее третьего слога от конца. В словах из двух слогов ударение всегда падает на первый слог. В словах из двух слогов ударение всегда падает на первый слог. Можно записать себе. Ударение. Правила ударения в санскрите. В словах из двух слогов ударение всегда падает на первый слог. Записали, Сергей? Да. В словах из двух слогов ударение всегда падает на первый слог. В многосложных словах, то есть, больше чем два слога. В многосложных словах ударение падает на предпоследний слог. Если он долгий, в многосложных словах ударение падает на предпоследний слог. Если он долгий. Если в многосложных словах второй слог от конца слова краткий. Ударение переносится на третий слог от конца. Какие у нас, Даш, краткие согласные... Какие краткие гласные, какие долгие гласные? Краткие, А, И, У, А долгие. А, И, У, О, Э. Даш, вы молодец. Вы запомнили, что Э и О всегда долгие. Да. Так точно. И дифтонги, собственно, Ай и Ау, так как они производные от Э и О, они тоже всегда долгие. То есть эти правила относятся к прозаическому тексте, то есть к прозе. Например, басни из хитопадеши или панчатантры. Это проза. В прозе встречаются ударения. А в стихах основной массив индийских знаний передается в виде стихов. Среди стихов наиболее популярным размером является шлока. Занимает 92% от всех стихов шлока. То есть все запоминается стихами. А в стихах ударение исходит из стихотворного размера. Когда мы говорим об ударении, мы говорим об прозаическом тексте. Давайте так. Вот есть у нас слово Махабхарат. И давайте Арианна сейчас расскажет, куда бы она поставила ударение. Это двусложное слово? Нет. Многосложное. Многосложное. Итак, смотрим. Какие условия соблюдены? Придеть последний слог долгий? Нет. Так, давайте разобьем по слогам. Хорошо. Значит, на доске пишем. Махабхарата. Деванагра и трансцентрация не имеет значения. Проще трансцентрация, наверное. Придеть, я напишу, если вам неудобно. Хотя, лучше вы, чтобы вы мне долготы правильно расставили. Так, Махабхарата. Просто без всяких там... Просто Махабхарата. Просто Махабхарата. Только с долготами. На доске. Доска здесь. Карякуль. Кривая или что там? Да, да, да. Ну, там изогнутая, чтобы была. Две петельки там нарисованы. Блин, а что выбрать-то? Карякуль. А, во, все, нашла. Еще их надо написать. Какое-то сложно, что. Сейчас, я раздавлю долгуты. Хорошо, хорошо. Пережим. Графики. Сложно. Согласен. Да, хорошо. Спасибо. Итак, сколько здесь словов? Пять. Пять. Считаем с конца. Это многосложное слово, так? Да. То есть, слогов больше, чем два. Давайте. Рассказывайте. Ну... Предпоследний какой, долгий? Нет. Последний какой, слог? Последний, так. Предпоследний какой? Раа. Предпоследний недолгий, так. Дальше. Что тебе нужно? Значит, на третий. Да. То есть, раз предпоследний краткий, то есть недолгий, то мы ставим уже, хотим-не хотим, деваться некуда. Да. Все правильно. Махабхарата. То есть, теперь, когда вы будете сомневаться, куда ставить удаление в слой Махабхарата, вы сможете сами рассчитать, если забудете все остальное. Понятно. Сергей, понятно ли? Надо тренироваться. Надо тренироваться, согласен. Поэтому возьмем, возьмите слово Варанаси. Пишите на доске слово Варанаси. У нас его не было. Вы никогда не слышали слово Варанаси? Слышу. Тогда напишите мне, пожалуйста. Я же не говорю, что у нас оно было. Если бы было, то было слишком легко. Вы же любите сложности? Даш, найдите в словаре, чтобы, если что, проверять, помогать написать слово Варанаси. У Сергея будут ошибки. Рядом то же самое. Хорошо. Хорошо. Я сейчас только уменьшу ваше творение, чтобы оно влезло в одну строчку. Хорошо. Даш, вы согласны с таким написанием? Не могу знать. У меня зависла доска. Доска. Ну, в общем, все согласны и просты, и гласны и кратки. Найдите в словаре. В любом. Вафриши уже не нашла. А что нашли, может быть, похожее? Варана. Там долгое А. Так, а может, это неплохо? Не знаю. Что означает это, Варана там? Слон. А города Варанаси нету? Нету. А реально, ищем в большой печени? Я ищу еще. Так, сейчас, сейчас. Сергей, как пишется слово Варанаси? Я написал, как оно пишется. Нет, оно так не пишется. Ищем в словаре. Ну, фриши я тоже. Ну, фриши, значит, слово Варанаси в текстах не встречается, получается. Сейчас открываем. Скан, очередной. Так. Словарики будут? Ну, вот. Вара... Варана... Варана есть, да. Там... Первая А долгая. Да. Первая А долгая. Дальше. Варановата. Ну, Варана... Варана 7 ниже. Вторая гласная долгая? Нет. Почему? Ну, по крайней мере, тут недолгая. Не, ну, на самом деле, есть варианты. У этого написания, на самом деле, есть варианты. И долгая, краткая. Хороший согласен. Н какая там? Бупа Н там какая? Согласно словарю. Согласно словаря? Н. Ну, в смысле, это... Зубная или не зубная? Серебральная. Серебральная. Вот. Это значит, точечка должна стоять? Да. А последняя гласная какая? Варана? Варанаси. Какая там? Краткая, долгая? Не скажу. Слова женского рода, а это слово женского рода, могут оканчиваться исключительно на И долгую или на А долгую. Не бывает? Варанаси. 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 Все слова женского рода, они И, и А, но не И. Итак, Варанаси. Исправляйте, Сергей. Исправили уже? Только вторая гласная тоже у нас, ну, будем считать, что долгая. То есть, этот вариант будем считать за базовым. Хорошо, а теперь мне запишите в Харвард, Киото. Сергей. Нет, нет, здесь, в чате. Получается, здесь тоже будет на третий слог? Ой, ну, с конца. Конечно, считаем с конца. Итак, сколько здесь слогов? Ра, наси. Сколько слогов? Четыре. Итак. Получается, нора. Нора получается, раз второй недругий. Вара, наси. Да, вара, наси. О, а я не так статаринес. А, вы говорили, варанаси. Да, ну, как-то варанаси, варанаси. Вара, наси. Неправильно ставить. Так, вара. Написал. Так, смотрим, проверяем. И пробуем найти в словариках. В смысле, ну, попробуем найти, согласно тому, что нам дал Сергей. Сработает, не сработает? Не работает. Почему? Это я, я, я вас хочу спросить. Я не работаю. Так, надо, да. Даш, почему не работаю, как вы думаете? Вы табличку прошлый раз от статарации отрелась у вас, или в прошлый раз у вас не отрелась она? Она у меня сейчас открылась, но мне трудно судить, потому что я не знаю, что Сергей написал. У меня даже скайп зависит. Вам, вам, вам легко в этом плане. Он написал, он написал, так нет, он же сейчас написал в чате, вы же, а, это тоже не видно, да? У меня даже в чате. Хорошо, он написал, В маленькая, А большая, Р большая, А большая, Н обычная, А обычная, С обычная и долгая. Я не согласна с Р большей. Я не согласен тоже. Да, почему Р большая? А это единственное, с чем вы не согласны? Сейчас посмотрю. Может быть, Н там церебральная? Н церебральная, конечно. Это большая. Он же вел обычную Н, зубную, а здесь церебральная. Как должно было быть записано? Р маленькая, обычная. Это же согласная Р, это же не слоговая Р. А Н, она большая, потому что она церебральная, она необычная. Итак, пробуем, Сергей, напишите, как должно было быть в Аранасе, в Харвард-Киото. Да, другое дело, пробуем искать. Четыре. Нашли? Нашли. Поняли теперь свою ошибку, Сергей? Ну, понял, но это вы подсказали. То есть, надо вам упражняться с переводом из одной системы в другую. Вы просто часто будете, видимо, еще мучиться не только потому, что ищете не основу, а слово с окончанием, а еще и неправильно его записывать. То есть, таблица распечатанная у вас должна быть под рукой. Так, удаляем. Сейчас дальше спросим о чем-нибудь. Да не спросим, но... Да, не будем мучить Дашу. Итак, ударение. Значит, самый полный свод списка слов с ударением, это Большой Петербургский словарь. И мы подходим к сандхе. Внешний сандхи С и Р. Внешний сандхи С и Р. Это четвертый раздел в шестом занятии Кочергиной. Даш, у вас учебник сейчас открывается? Да. Слава богу, хоть бумажный учебник не закрывается. Единственная надежная оправда. Итак, первое. Значит, всего их четыре разновидности. Значит, сандхи бывают внешними, бывают внутренними. Внешний, да, шест. А что означает? Понимаете или не понимаете? Внешний это на стыке слов. То есть, слово оканчивается, например, на С, а другое начинается на какую-то другую букву. Так понятно? Вот это внешний. Итак, первая разновидность. Даш, сочетайте, пожалуйста. В конце предложения или стихотворные строки С и Р изменяются в висоргу Х. Вот. Вы уже сталкивались с тем, что у вас в домашних упражнениях какие-то слова, значит, в конце строчки идут на висоргу, да? Вот. Теперь у вас есть объяснение, почему в конце строчки перед Дандой или двойной Дандой стоит слово с висоргой. Значит, что такое Данда? Данда это пауза. То есть, если в разговорной, если в потоке речи вы отдельно произнесите какое-нибудь слово, можно сказать, что оно стоит как бы в паузе. То есть, я, например, говорю Дэ Вах, то есть Бог. Я никакие другие санскритские слова не произношу. То есть, можно сказать, что после Дэ Ва стоит пауза. То есть, нету других слов. И тогда ЭС всегда преобразовывается в висорг. А можно вопрос? По поводу висорги. Вот мы стихотворную строчку слушали шлоку про Макшику и учили. И там висорга полноценным слогом звучит. Ха. Ну, просто... Делать ее чуть мягче, чуть меньше. То есть, она чуть мягче... А там тогда ритм теряется. Если ее не так сделать, то тогда ритм теряется. Ну, сделать и три четверти. То есть, огромное количество висорг, оно в частности от того, что у нас в конце. То есть, стихотворные строчки ЭС изменяется в висоргу. ЭРОВ гораздо меньше. ЭРОВ гораздо-гораздо меньше. Чаще всего это именно ЭС. Вот. И пример. САП ПАРАМАДХАРМИКАХ. ПАРАМАДХАРМИКАХ. Это кто у нас? Очень справедливый. Да, от слова. Какого слова? От какой основы? Тут две основы. Какие? ПАРАМАДХАРМИКА. Ну, АДХАРМИКА от какого слова? АДХАРМИКА. Ну да. Записываем себе пример. САП ПАРАМАДХАРМИКА. На каждой санке должен быть пример. Есть? Есть. Вторая разновидность. Перед глухими согласными. Что такое глухое согласное? Сергей. Не слышу. Звонкие и глухие есть. Глухие перечислить. Да, глухие перечислить, пожалуйста. Они у нас даются в начале миллеров. В частности. Как часто... Я не знаю, какие они точно громкие. Можно, пожалуйста, четче, громче, увереннее? Так, ну вот... К... Это звонка или глуха? Я вот не знаю. Сергей, у вас миллер под рукой есть? Сейчас. Открываем тринадцатую страницу. Даш, есть миллер под рукой? Ну, сейчас слазу на полочку. Тринадцатая страница миллера. Ну, а ну вот глухие как ха, чачха, так ха, так ха, па ха. Отлично, спасибо. Вот. Перед глухими согласными с и р изменяются. И тут четыре варианта. Тут четыре варианта. В висаргу перед к-кх, п-пх, ш-ш-с. То есть дело в том, что табличка на тринадцатой странице миллера, она охватывает еще не все глухие. У нас глухими являются также и ш-с-ш-с. И вот я на доске напишу. Прадхамах саргах. Это опять же было в домашних заданиях. Помните? Да. Прадхамах саргах. То есть теперь вы понимаете, почему там было именно висаргах. До этого вы не могли этого знать. Итак, из-за того, что эс во втором слове является именно глухой, в первом слове прадхамас, прадхамас, эс превращается в висаргу. Из-за следующего слова. А в саргах почему висарга в конце? Потому что конец фразы, там пауза. Там может быть конец стихотворной страхи, конец предложения. Там пауза. А перед паузой опять же висарга. То есть здесь висарги разного происхождения. Сергей, понятно? Пока нет. Значит, еще раз. Итак, в конце стихотворной строки, в конце предложения эс преобразовывается в висаргу. Это был первый пункт, который мы записали. Так? И парамадхармика, где здесь видно, что эс в висаргу? Ну, собственно, парамадхармиках. Это конец предложения. Там была эс. Эс превратилась в висаргу. Что непонятно? Понятно. Второе время. Перед глухими плюс вот эти звоны. Глухина 13 плюс ща, ша, са. То есть в слове прадхамас у нас встречается эс. Значит, оно подвержено разным изменениям. Из-за того, что сарга, слово сарга начинается на эс, который тоже является глухой, из-за этого подвергается изменению конец первого слова, прадхамас. А конец второго слова, сарга, меняется в висаргу из-за, не из-за, глухих там уже нет. Там есть исключительно конец предложения. А конец предложения, согласно первому правилу Ариатна, что делает? Из эс преобразовывается в висаргу. Здесь два правила одновременно действуют. Понятно? Мы сейчас слово прадхамас и сарга разбираем. Да, мы разбираем прадхамас и сарга. Почему в каждом из них висарга? Здесь два правила одновременно. В одном слове одно, в другом другое. Ариатна, понятно? Ну так. Так, хорошо. Итак, первое правило. Перед паузой эс превращается в висаргу. Понятно? Паузой может быть конец предложения, конец стихотворной строки. Паузой может быть, я говорю, вот я произнес одно слово после этого паузы. Этого достаточно. Так как эс является наиболее популярным окончанием именительного падежа, то этих висарг будет как собак нерезанных. Только эсэр. Только эсэр. Но эров мало. Речь на самом деле об эсэ. А эр так, за компанию. Итак, основа слова. Сарга. Глава. Да? Сарга. Добавили к нему окончание именительного падежа эс, единственного числа. Стало саргас. Саргас. А в Индии могут сказать еще саргаха, повторить предшествующую гласную. Саргас. 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 согласными с изменяется в висаргу перед с как влияет висаргу при влияет пример брат хабах саргах это и есть пример не понимаю что это же слово было брат хамас саргас первая глава стала сначала брат хамас саргах потому что конец предложения потом смотрим с глухая не глухая глухая значит меняется конец слова который стоит перед ним все брат хамах саргах сергей вы с нами да понятно утра котелок него это было когда в пять утра вот это я согласен сейчас уже не сейчас уже глубокая середина дня даже я поняла хорошо думать на этом свободное от работы время сетей поехали дальше пунах пунах вот здесь как раз одно из редких слов которых как раз-то р встречается повторение в санскрите означает уж сами усиление час у нас у нас так вот здесь спрятано слово пунар пунах пунах значит во втором пунах дашь почему у нас висарга конец фразы а в первом по пунаре почему висарга потому что потому что потому что по глухая следующая за ним все сергей понятно если глубокий и просто р то тогда на перед трансформируется почему тогда индусы говорят пунах пунах а это вот мандра и обращайтесь вот вот это не ко мне потому что не стихиотворный размер скорее все не складывался и они там используют повтора там там не повторяют просто потому что чтобы не нарушить ритм когда у индуса не клеится он начинает хитрить поэтому и в ригведе иногда слова которые вообще-то не имеет долготы и и там имеют чтобы стихи попасть и образовывать новые слова потому что индустрия стих не подходил строчка строчки поехали дальше вторая разновидность значит глухих перед ч и ч слова оканчиваются точнее они значит у нас сначала переходили висаргу а сейчас переходит и висаргу сейчас с и р переходит в ш то есть с и пишем себе с запятая р пишем стрелочку перед переходит в ш перед ч и ч то есть не всегда приходит висарю но это же все таки не ши а щи да так точно дальше еще раз какая то я написал на доске ши и так а ряд напишем слитно и не слитно сейчас я напишу скажите мне слитно не слитно как написать шута шча сута шча хорошо то есть получится у нас что здесь на деванагаре лигатура а получится вот такая вот штука да что такое ч а реально ч а что означает период что такое ч а самое частотное слово на санскрите и и и и и и и а что такое co to to crack а дочь как будет а долго вот видите я вам сказал а и долгие это значит женский род а тут видите как все сходится суд аж ч то есть из-за того что ч а начинается на ч с в конце сутаса уже не висаргу превращается а сергей понятно они висарга это не единственный выход для эсов и эров вот и вы видите что в учебнике второй пример он опять же на слово пунар потому что слово пунар это одно из трех наиболее часто встречающихся слов на r поэтому его и везде и суют потому что других то особо нет пунар чалати из пунар чалати чалати какой глагольный корень сергей чала это глагольный корень глагольный корень на чал 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 это корень отчала что такое основа настоящего времени то есть корень плюс а помните меня спрашивали такое тематическое гласное так вот а это тематическое глаголное был корень добавили а получилось основа настоящего времени если будете искать глагол чала вы его никогда слава богу не найдете третий разновидность перед то то есть серебральными с и р превращается в ш наиболее название дерево это в ркша и данное правило означает что из-за того что начинается на церебральную то меняется с в конце первого слова сергей понятно но в учебнике здесь в общем в ше они все правильно как пишется ряд на слитно не слитно в ркша штыкаты раздельно раздельно учебники раздельно учебники мало ли чего я спрашиваю вы не должны верить никому вас исправил не мне никому либо другому не должны верить правило к гласит дашь слияние дает я найдет миль сергей как гласит правило слитное написание слов в смысле какую правило слитное написание слов как гласит ищем я ждавал не помню плохой ответ ищем а 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 маки если раздельно то получится вера дашь понимаете чем я говорю а вера не должно быть вером это редкость четвертая разновидность перед глухим это было перед серебральными теперь возьмем перед зубными то есть обычный и превращается в с обычную с каких случаях это интересно это как раз интересно когда у нас буковка r было испанно с превращающийся в с это не очень интересно согласитесь ну да а вот r превращается в с это уже забавно антастапа был антар антар это второе слово пунар и антар наиболее часто встречающиеся слова на r которые собственно подвергаются всем этим изменениям это что касается перед глухим записались и еще раз последнее правило повторить в значит перед т и тх с и r превращается в с и пример у нас антастапа было антар слов на автор очень много какая у нас одно и название групп согласно дашь нас согласны вать спарша бывает пушман а какие еще бывают а на открываем смотрим видим в 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 спарша это смычный ужман еще были он так что не было такой не записывал хорошо она просто ученики червяной дано и я тоже давал неважно это одна из групп согласно индийской а и записывали я кузнецы это было перед глухим а теперь перед звонкими согласными значит это третья большая разновидность перед звонки согласны что такое звонкой согласно обратите внимание справа что написано там в этой таблице носовые носовые они разве звонки но нет носовые носовые значит га га дядя да 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 ба ба понятно перед звонкими согласными кроме r и перед глаз ты какое же сложное правило и перед глазками кроме а краткой а долгой как мы можем записать а краткую а долгую одним знаком помните вот так а краткая а долгая проходили это или с вами не проходили да 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 вы бы вы это давали просто в новом издании кочергиной этого нет перед звонкими согласными кроме р и перед гласными но не после а краткой а долгой с изменяется в р то есть пишем тире с стрелочка тире р почему пишем там тирешку дашь ну что переходит нет переход а значит переход и стрелочка обозначает а тире перед с и тире перед р что означает ну что перед этим идет слова что-то конец слова да ариадна да сергей понятно да хорошо какой там пример дается дальше кави что это такое значит какая основа сергея у кавися было кавися оно не ушло ни в какую висоргу а ушло в р потому что перри потому что бх звонкая а а вот очень важное и часто встречающиеся правила четвертое последняя разновидность внешних санхи с и р перед р но перед каким р дашь который в начальными р начальными до которые начали слова то есть видите насколько вот удобно удобен этот способ записи да не надо писать перед р начале слова просто вот пишем р и тире ставим после него это сразу целая история это означает что второе слово начинается на перед р согласные с и р выпадают с и р в конце слова поэтому мы их обозначаем стерео перед ним с и р но не после а краткой а долгое перед р согласные с скобках но не после а краткой а долгое то есть пишем одним знаком и р выпадают удлиняя предшествующую кратку глаз удлиняя предшествующую кратку глаз в первом примере дальше у нас дашь во втором слове как улыбка какая первая буква р в первом слове гласная а и а есть это значит запрета нет нет значит до гласная которая была краткая она что делает удлиняется поэтому было огни стало огни можно если там бы было а из например накачивалась на а из то не попадала бы а рядом один что если было раз далеко что а сами там отдельные правила санте будет через несколько занятий и это в основном не после а а вот так как у вас правильно то есть там был а 100 там чего подать там другие правила а вы еще там есть да рома рома я начинается на букву р Первое слово «дадур» заканчивается, последнее гласное не является ни «а» краткой, ни «а» долгой, так? Значит, удлиняется и «р» отваливается. Первое «р». Так, понятно? Понятно. Скажу так, в кочергине недостаточно упражнений на санхи. Санхи – тема сложная. Поэтому в дальнейшем будем брать дополнительные упражнения по санхи. Поэтому не переживайте, пока их не осмыслите, дальше не пойдет. Иначе вы не будете понимать, что вы читаете. А можно технический вопрос задать? Разумеется. Вот у меня сейчас пакет шуршал, это очень слышно в эфире. Это был зубоскрежетающий звук. Я думал, то ли под стол залезть, то ли добра повеситься. Ужас какой! У меня кот залез в пакет, и я не знаю, выгонять мне его или нет. А он сидит и шуршит, шуршит. Да, пожалуй, выгонять. Или пакет закрыть, в смысле, как это? С котом. Да. Я в следующий раз не положу здесь пакет. Ну ничего страшного, просто имейте в виду, что все очень хорошо слышно. Кота убираете сразу. Итак, домашнее задание, полностью делаем упражнение на повторение графики и полноценное упражнение, и то, и другое. Мы это делали или не делали? Я забыл. Ну да. Мы это и то, и другое уже сделаем у вас, да, уже? У всех. Да. Да, да, да. Хотите сказать, что мне сейчас готово сдать Макшику нараспев? Так мы ж... Я сдам вам уже. Сергей не ждал, а Даша? А, я тоже читала. Вот я готов выслушать. Я читала, но не нараспев. Так, хорошо, наизусть, реально, смотрим на меня. Так я ж читала вам наизусть. Я принял. Тогда повторите, я забыл уже. Сейчас. Максика врана мечанти. Калахам... Дханам и чанти, пардхива, нича, калахам и чанти, чантим и чанти, садхава. А теперь, все-таки на следующий раз, я бы хотел бы услышать в манере Сергея. Ну нет, я так и не могу. Да, придется. Даша, ваша очередь. Максика врана мечанти, тханам и чанти, пардхива, нича, калахам и чанти... Так, забыла. Все испортила, все забыла. Последнюю строчку. Максика... Тханам и чанти, пардхива, нича, калахам и чанти, чанти, мы чанти, садхива, ха. Только там не и, садхава, не садхива, а садхива. Садхава. Садхава или садхива? Садхава. Где там садхива? Там нету дыхи. Вы просто прочитали дыхи. Садхава. Молодец. Принято, Даша. Принято. Арианна, за вами должок. Не, я не буду петь. Можете не петь. Можете речитативом. Назовите это так. Арианна, шлока это базовый формат передачи знаний в санскрите. Ну, я не могу так читать. Я читаю, как читаю. Я же не против. Я же прошу. Один раз. В дальнейшем можете ломать, как хотите. Один раз прошу. Не сию секунду, но к следующему занятию послушать еще раз, 20 раз запись, как читает моя знакомая индуска. Тем более вы женщина, она тоже женщина. У вас должно получиться. У меня медведь на оку наступил, я так не могу. Вот даже если бы у вас поезд переехала, все равно, называется, надо было бы вот шлоку один раз, я попрошу. Вот Сергей справился, справился на 5 с плюсом. Даша на пятерку, потому что слова в словах путала, подзабыла саму шлоку. То есть ритм уловила, а слова уже подзабыла. Вот. Теперь дело за вами. Я двоечница. Нет, Алядда. С двоечниками я не занимаюсь. Поэтому уж давайте так. Или вы бросаете к черту этот санскрит, или вы ломаете себя, хотя бы в чем-то маленьком, речитативом. Можете вообще один на один, вот если стесняетесь, можем вообще один на один, чтобы не услышал ни Сергей, ни Даша. И я вас послушаю. Хорошо? Договорились? Если стесняетесь. Я сам, честно, тоже стесняюсь. Поэтому понимаю. Вот. Что будем делать тогда дома? Вот задача. Дома, дома, дома. Ну, как вы смотрите на то, чтобы почитать дома самим вот из седьмого занятия правила санхи и попытаться сделать упражнение? Добавиться. Попробуем. Это непростая задача, но тут и ничего сверхсложного нет. Тут основное, и достаточно много. Значит, смотрите. Правила санхи. Советую вам посмотреть, вот как они записаны у Кочергиной. И вот я вам дал конспект залезняка. И вот, если сейчас можете откроете его, там на второй странице начинаются санхи внешние и санхи внутренние. И они даны в определенной последовательности, которая имеет значение. Может быть, вам будет проще по залезняку. Вот я сам люблю записывать санхи в виде математических формул. То есть, кратко, сжато, с плюсами и прочими. Я вот, если это все записать словами, то мне блевать от них хочется. То есть, может быть, вам проще будет по залезняку или по Кочергине. Не знаю, как, смотрите сами. Значит, мы пока рассматривали санхи согласных. А здесь, в этом седьмом занятии, санхи гласных. Гласные бывают разнородные. Разнородные означают любая, кроме этой. Любая, отличающаяся от этой. Лучше означать разнородная. Мы все упражнение делаем? Ну, да, пытаемся все. Тем более, что здесь есть вещи, которые вообще не зависят от знаний и санхи. Ну, смотрите, например, вот здесь есть второй раздел. Внешний и санхи М. Видите у Кочергиной? Да. Прочитайте, пожалуйста, Даш, первое предложение. Конечное М перед начальной согласной следующего слова изменяется в анусло. Вы же это уже знаете. Вы вспомнили, что вы это уже знаете? Мы когда проходили анусару... Разно говоря, нет. Мы же уже... Была речь, а мы уже скасались этого. На самом деле ничего такого сверху тут нет. Значит, конечное М перед начальной согласной. А конечное М у нас бывает чаще всего в винительном падеже. Патрам лихат. И патрам это винительный падеж. Что пишу? Письмо пишу. А вот санхи на гласные, возвращаемся на первую страничку. Здесь какая вещь? Если бы здесь не было санхи, тогда было бы зияние. То есть как бы два гласных подряд. Но два гласных подряд санхи быть не могут. Понимаете? С ними все равно что-то должно случиться. Не может быть. А, долгое. А после него и как-то. Понимаете? Не может быть в санскрите подряд две гласные. Чтоб с ними ничего не случилось. Так понятно? С ними что-то должно случиться все равно. Отсюда и санхи гласные. Потому что не может быть, чтобы ничего не было. Идут два разнородные гласные подряд. Потому что когда идут однородные гласные подряд, они сливаются. Например, и краткое в конце одного слова, и краткое в начале другого слова. Они всегда превращаются в и долгую. И долгое в конце первого слова, и долгое в конце второго слова. Все равно в результате будет и долгую. И первая краткая, или вторая краткая, не имеет значения. Или краткая, или долгая. Если они однородные, они превращаются в долгую. А плюс А, это А долгая. 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 так все мой мозг умер мне пора собираться я помню я просто хотел дать наводящую нить что вот однородные сливаются неоднородный меняются так понятно мой мозг вроде уловил ну он уже умер спасибо за переваривание буду учиться петь это не это не пение это можно хотят его давай спасибо до свидания до свидания дашь есть вопросы остались с сергей нет и у меня просьба по аудиоресурсу аюрведы я помню сергей но на этом нужно время он у меня не валяется под ногами его надо искать поэтому я сейчас его пока сходу найти не могу где-то у меня валяется я не забыл правда просто одновременно и горы у меня тут переезд ремонт и я плохо справляюсь и книгу на 6 выдавить сдавать уже в печать отдавать то есть давайте пробуйте разбираться если что спрашивайте на неделе будут вопросы спрашивайте я отвечу не сразу отвечу утром вечером я все равно бываю за компьютером потому что когда вы сергей вчера в один спрашивали а почему я не могу найти в словре мудхам но что я вам как бы я с одной стороны вас не хочу кинуть ну то есть как бы грубо говоря типа как я не заметил ваше сообщение я заметил ваше сообщение но чтобы ответить на него развернут а у вас ваш мозг устроен таким способом что пока я вам не отвечу развернут вы все равно это не поймете а отвечать развернуто в 11 часов вечера это не самое подходящее время понимаете да согласен ты готовил вопрос нет хорошо я же я же вас ни в чем не обвиняю как бы принял вопрос я просто чувствую себя виноватым если поступает вопрос он по моей части а я не отвечаю сразу поэтому я вам отвечаю как будто есть куда есть как бы ваш вопрос на ваш вопрос я ответил сейчас санскрите сначала нужно понять что искать вообще словаре это не всегда очевидно вот это в одном словаре это слово записано например картар деятель создатель творец в словаре кочергиной записано картар а в словаре мы не видимся записано картар р большая слоговая и нужно знать что в каждом словаре искать понимаете ну это подозревает особо там никто еще никогда не составлял правило пересчета что в каком словаре искать я над этой темой работаю последние два года но эта тема бездонна понятно и я бы конечно хотел до что вы отсканировали и сфотографировали то что вас уже получилось и давно не видел что у вас есть а я хочу посмотреть как у вас давана горе сколько там ошибок хорошо хорошо и вы архивом тоже выслали да не нужно пачкой когда вы мне китаете листы россыпью не пронумеры не пронумерированные листы россыпью я теряю а я глупенькая я не создала не умеете создавать архив у вас же windows а я вас научу ух ты здорово я вам дам программу которая это делается будете уметь делать открывать архивы вы неужели ну неужели вы никогда до этого не сталкивались с архивами я их умею открывать я не умею делать у вас винрар стоит нет виндрар стоит у вас винрар стоит так вообще а вы сейчас можете выбрать несколько файлов на компьютере несколько файлов мышкой одновременно умеете ну попробуй сейчас прям секундочку сделать я могу колону старенькую домашку взять там 4 нажмите правую кнопку мышки добавить в архив нет у вас такой опции последняя просьба чтобы архив содержал вашу фамилию и логин какой-нибудь или никнейм и там номер урока какие там содержится и дату скажем когда вот если максим эта информация будет я смогу тогда вам помочь иначе я путаюсь ваших файлов что я давно не видел хотел посмотреть уверен что там есть ошибки но ничего критичного там уверен нет я сам просто смотрю свои записи там 10-летней давности иногда думаю боже какой мудак это мог написать я уже вроде сто лет знал дэвана горе к этому времени а ошибки детские следующую субботу мы встречаемся ориентировочно во сколько ну оставим такое же время тогда устраивает меня да это не утро сергей утро было в 5 утра когда я занимался с первой группой это не утро ну давайте позже но позже арианна не может но не спишемся если вдруг арианна сможет то можем может если она сможет может но ряд это понимание когда по субботам не может она же она же ведет занятия участвует не знаю но это семинар и он по моему у нее время а это я не знаю нет ничего более постоянного чем время поэтому будем исходить из того что в 7 часов утра следующую субботу вы мне будете сдавать домашнее задание по седьмого занятию которые сами же и пройдете да что то мы как-то со словарями сегодня что продолжать будем сегодня нет нет вообще да будем учиться пользоваться разными словарями так дальше у вас так получается мне надо чтобы у ариадны были те же книги что у вас тогда же вы же тогда заплатили за второй комплект тоже да а только смотрите какая история значит я когда значит если вы хотите чтобы я легко что вы вполне законно можете хотеть чтобы я послал ее сейчас то надо 105 рублей мне просто перевести на почтовые расходы потому что я закладывал что я их все пошлю одни одной посылкой понимаете да ну вы знаете вы же мне прислали файлик лихушину вычитывать так что мне не обязательно мне вот мой вам совет да файлик файликом по мне лучше заплатить вот эти 100 там 4 рубля за почту я вам пошлю посмотрите сами вот тут не вот вообще да хорошо феврале выйдет шестая не должна выйти ну тогда и вышли но смотрите сами лихушина чем хороша что конспект залезняка те же страны и постоянно листать потому что когда все у вас находится на компьютере я честно избегаю компьютеры вот мой опыт показывает что ну вам лишь тоже бегать тоже не это самое тем более если уже февраль а значит дашь во первых я еженедельно все равно отправляю людям книги я заодно вами отправлю это вообще не проблема и каждую неделю заезжай но хорошо во вторых в феврале он выйдет пока его привезут из типографию москву пока из москвы отправят в краснодар это будет уже ну понятно середина марта то и конец марта будет понятно вам если нужно почитать книжку по учитывать перед печатью то присылайте с удовольствием с удовольствием потому что сейчас конечно это будет актуально с удовольствием дашь тут немножко более сложная задача отличается но тем не менее вы же тот раз хорошо отловили там интересные места русский текст я быстро умею читать просто диванагаре конечно там есть там список опечаток его нужно будет в третий раз сверить с книгой там такая интересная задача как раз вот опять же навык умение чтение диванагаре зад ну на диванагаре придется потренироваться наверно да 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 я считаю что она полезна вот поэтому я к чему что просто я могу им отправить пораньше что я считаю она разумно просто я закладывал в ту стоимость одну посылку но по факту ввиду того что просто есть люди которые диванагаре санскрит сейчас не изучает поэтому им все равно когда они эти книги получат так как мы сейчас собственно этими пользуемся то ну в общем когда вам нужно книжку сдавать в печать первого февраля то есть я явно не вписываюсь ой-ой-ой ну хорошо я постараюсь тогда не спешите нет просто как вам дал в течение недели если обработать и будет хорошо да мне я в меньше недели не возьму потому что у меня сейчас автошкола и я тоже я очень быстро три месяца за день одновременно автошколы и санскрит ну у меня сейчас еще и автошкола в течение меня за месяц уложиться у меня в конце февраля экзамен а я вот только на этой неделе начала заниматься у меня экспресс это круто ну в общем я смотрю по всех отношениях ну я люблю препятствия да ну да придумали неплохо что же Сергей хоть что-то укладываешь понимается или да да надо опыта 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 вы просто хотите вот есть вы вот значит и вот в другой группе есть у меня вот девушка они все уже вот уже то 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 следующее хочется а это еще не пройдено ну не зря люди придумали эту систему ну как бы ну если можно было дать сразу то было бы дано то уже нельзя понятно а вы каждый раз хотите перехитрить и скажите вот а то уже сейчас уже можно нет нет я хочу извините рано все я понял раньше 13 раньше чем вы переведете историю про шакала куда либо рыпаться вообще запрещено вот вот когда про шакала 11 занятием не переведете хорошо переведете вот тогда поговорим с вами договорились да раньше чтобы не рыпали чтобы даже не пытались все свободно спасибо спасибо до свидания